Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». У нас в гостях Ирина Павлова, руководитель психологического центра «Белая комната». Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Поздравляем вас с открытием центра, которое состоялось в начале октября. Расскажите, какие задачи перед собой ставите и кому помогаете? Наш центр называется «Белая комната». Это федеральная сеть психологических центров, успешно работающих по всей России. Есть филиалы в Саратове, в Екатеринбурге, в Туле, в Уфе и в Санкт-Петербурге. Основной офис находится в городе Казань. В «Белой комнате» разработана уникальная методика работы с людьми. Называется эта методика мезопсихологии, то есть композиционная терапия. Почему композиционная? Потому что авторы этой методики отошли от традиционной психологии, от классической психологии и добавили проверенные веками методики из тибетских практик, из славянских практик, шаманские практики. То есть очень много методов и приемов используют наши психологи в работе с пациентами. То есть мы работаем композиционно. Кроме того, у нас работа ведется по пяти уровням. То есть ни один психолог не работает, используя пять модальностей человека. Это когнитивный уровень. Приходит человек, обсуждается какая-то проблема, то есть выясняется запрос человека. Затем психолог работает с национальной модальностью. То есть мы часто свои негативные эмоции прячем у себя внутри, и социум нам не разрешает эти эмоции каким-то образом проявлять. Эти эмоции скапливаются у нас внутри и тем самым мешают нам жить, мешают нам плодотворно жить. Затем переходит психолог на более глубинный уровень – это работа с чувствами. Если мы с вами сейчас сравним с океаном, то эмоции – это волны. Если мы будем говорить о чувствах, то это глубинная какая-то часть, которая возникает у нас спонтанно, и мы не можем иной раз отследить, откуда то или иное чувство пришло к нам. То есть под наблюдением психолога человек уходит в этот глубинный слой чувственный, и эти чувства начинают всплывать, и там внутри они начинают прорабатываться. Принято считать, что психологические проблемы идут в первую очередь с семьей, из-за того, что там была какая-то нестабильная обстановка. Вот как с этим бороться? Как заглянуть внутрь себя? Самостоятельно это сделать практически невозможно, потому что мы себя не видим. Мы видим свои чувства, мы видим свои эмоции, но вот то, что там заложено внутри нас, то, что заложено в детстве, какие-то психологические травмы, эмоциональные срывы, они находятся внутри и самостоятельно, наше подсознание нас оберегает. Наше подсознание – наш защитник, и оно не позволяет нам поднять самостоятельно из глубин психики, вот эти травмирующие ситуации. Поэтому это сделать может только психолог. Не только ведь психологические проблемы можно решить на этих тренингах, но и проблемы организма, лечения бесплодия женского. Да, у нас очень большой тренинг, у нас очень продуктивный тренинг «Не спешите делать ЭКО». В этом тренинге тоже присутствуют пять элементов, пять модальностей работы с психикой. Никто не знает, что ЭКО – это, по сути, бизнес. Люди зарабатывают на ЭКО деньги, и, по большому счёту, никто не заинтересован, чтобы женщина реально забеременела. И ЭКО даёт только 50% беременностей из 100. Наш центр работает по уникальной методике, наш показатель – 68%. Что такое бесплодие? Бесплодие – это когда женщина на протяжении двух лет, живя с мужчиной, даже не знаю, как это сказать, не может забеременеть. При этом врачи ставят ей диагноз абсолютно здорово. Они говорят – идите и беременеть, успокойтесь, придите в себя, не обращайте внимания на какие-то негативные факторы, идите и беременеть. Но беременности не наступает. Вот такое бесплодие называется психологическим. Мы работаем именно с этим психологическим бесплодием. То есть все проблемы у нас в голове, можно сказать. Все проблемы у нас в голове, да. И, как я уже сказала, у нас достаточно высокий процент после прохождения этого тренинга рождения детей. То есть ЭКО такой процент не даёт. Расскажите, какие ещё физические проблемы можно решить с помощью психологии, не обращаясь к врачам, по сути. Например, головную боль можно вылечить? Можно. У нас есть специальный тренинг по головным болям. У нас есть тренинги по любой психосоматике. У нас ведётся индивидуальная работа по психосоматическим заболеваниям различного генеза, например, ведется остудистая дистония. То есть врачи на сегодняшний момент не могут определить причины некоторых заболеваний, например, развитие астмы, развитие аллергических реакций, бесплодие, психологическое бесплодие, те же головные боли. Поэтому психолог может, поработав с вами, заглянуть в глубины вашей психики, найти ту травмирующую ситуацию, которая послужила пусковым механизмом к этим заболеваниям, устранить её, и болезнь начнёт уходить без медикаментозных средств. Принято считать, что работа над собой – это такой долгий, основательный процесс. Сколько обычно длится тренинг на самом деле? Тренинги разные. Тренинги бывают и сракоминутные, и бывают пятичасовые. Тренинг бесплодия длится полных три дня. Чаще всего это бывает пятница, суббота, воскресенье, чтобы человек был свободен, чтобы он никуда не спешил, то есть чтобы полностью отключить голову от социума. Это сравнительно небольшой промежуток времени по сравнению с тем же лечением, которое предлагают в клиниках? И в денежном вопросе это тоже очень выгодно. Выгодно один раз сходить, или два-три раза сходить к психологу, убрать причины заболевания, чем постоянно жить на таблетках. То есть в финансовом вопросе это тоже очень выгодно. Какие программы для мужчин у вас есть? Что вот молодой человек может? Какие проблемы решить свои? У нас есть тоже замечательный тренинг, называется он «Мужские демоны», где тоже прорабатываются многие мужские проблемы. Например, проблемы с гневом, проблемы импульсивного поведения, трудности построения отношений с противоположным полом, все сексуальные проблемы, в том числе, если у мужчины есть какие-то сексуальные проблемы, пусть приходят к нам на тренинг «Мужские демоны». Для семейных людей, для пар, может быть, какие тренинги посоветуете, какие проблемы можно решить вот с помощью психолога? Очень часто возникают разногласия в семейных парах, когда дети уже выросли, и нужно как-то налаживать самостоятельную жизнь. Здесь наступают очень кризисные моменты, они теряют смысл, все свои целевые установки жизненные. Есть какие-то возрастные ограничения для таких тренингов? С 18 лет. То есть раньше это опасно или еще нет необходимости просто в этом? Нет, необходимость есть всегда работать с психологом. Для людей до 18 лет, для детей до 18 лет, считается, что до 18 лет еще ребенок, и психика не установилась. Есть специальные детские тренинги. Мы работаем с детьми, если у них есть ли отставание в школе. Мы не занимаемся репетиторством, мы выясняем проблемы, проблемы, почему ребенок учится в школе. Если эта проблема касается не ребенка, а взрослого, то переводим работу с мамой или папой. В чем обычно может быть причина того, что ребенок плохо занимается, не хочет учиться? Ну, скорее всего, это какие-то нарушения взаимоотношений в семье. То есть он хочет таким образом подставить родителей? Нет, подставить он не хочет. Это его эмоциональное состояние. Он протестует против, по его мнению, неправильного поведения взрослых. Мама с папой ругаются, мама с папой ссорятся, а ребенок вот таким образом может протестовать. Если говорить о личном тренинге, то как заглянуть внутрь себя? Вообще не страшно ли людям углубляться в свое подсознание? Ведь неизвестно, что там может открыться. Если вы будете сами с собой работать и пытаться открыть какие-то глубины подсознания, оттуда может вылезти все, что угодно. Это страшно на самом деле. Но под руководством опытного психолога вы легко проникнете вглубь себя, легко устраните, находясь там внутри себя, какие-то проблемы. Особенно легко это при помощи тех методик, которые используют наши специалисты. А правда, что таким образом можно вызвать те воспоминания, которые в обычной жизни у тебя их нет? Ну, скажем, в совсем юном возрасте, трех-четырех, например? Да, у нас есть подобный тренинг, называется он «Назад в детство». Психолог путем регрессивного гипноза запускает обычно до двухлетнего возраста. Если кто-то вспоминает что-то раньше, это вообще супер. Но обычно двухлетнего возраста. И там, находясь в тех ситуациях, идет проработка этих травмирующих ситуаций. И затем психолог медленно-медленно возвращает человека, уже проработанного человека, в состояние здесь и сейчас. Какие проблемы таким образом можно решить? Ведь два года – это абсолютно бессознательный возраст, когда на автопилоте, можно сказать, еще действуешь, еще ничего не знаешь о мире. Например, мама оставила ребенка на какое-то время одного. Я не хочу сказать, что на целый день, но на какой-то период времени, который для ребенка был критическим. И у ребенка может возникнуть ощущение, что его бросили. Наше подсознание – это как кинопленка. То есть каждую секунду жизни идет запись. Записывается то, что человек видит, записывается то, что человек слышит, записывается то, что человек чувствует. И эта запись хранится с нами всю жизнь. И в любой момент психолог может опустить нас до любого состояния с момента нашего рождения. По сути, такая маленькая ситуация может в корне изменить жизнь. То есть человек чувствует себя брошенным. Впоследствии он очень часто может не создавать пару. Потому что у него страх, что его бросят. Для людей, которые не особо доверяют психологам и сомневаются в их возможности, у вас есть пробный тренинг, правильно? Да. Этот тренинг называется «Зеркальный». У нас замечательное зеркало, огромное зеркало во всю стену. Тренинг позволяет взглянуть вглубь себя, вернуть свои внутренние ресурсы. Глядя в зеркало, человек находит то и возвращает то, что уже давно потеряно. Если женщина погружена в какие-то бытовые нюансы, часто забывает о том, что она мама. Какая она мама? Она может вот это состояние истинной мамы и истинной любви к своему ребёнку вернуть при помощи этого тренинга. Тренинг индивидуальный, тренинг занимает около 40 минут, ну, в зависимости от того, что человек хочет получить и какие ресурсы хочет себе вернуть. В каком возрасте обычно возникают вот такие психологические проблемы? Это вот можно как-то по градации распределить? У молодых или, наоборот, уже у состоявшихся людей? Психологические проблемы есть у всех и в любом возрасте, когда человек начинает себя осознавать. Вообще 76% населения России по статистике нуждается в психологической помощи. И не надейтесь, что вы к этому числу не относитесь. Чаще всего это люди, состоявшиеся в жизни, которые занимают какие-то посты высокие в жизни. И то эти люди, скорее всего, прорабатывали какие-то проблемы с своими личными психологами. У нас как-то в российской практике не сложилось, что есть традиция ходить к психологу, в отличие от Запада. Нужно ли брать с них пример в этом плане? Поход к психологу в наше время должен быть как поход к врачу-стоматологу, как поход к врачу-гинекологу, как поход к врачу какой-то другой узкой специальности. То есть минимум один раз в год вы должны проходить какую-то терапевтическую работу с психологом. Потому что темп жизни у нас настолько стал высок, и люди нуждаются в психологической помощи. Тем более, если ещё 2-3 года назад за психологической помощью обращалось где-то примерно, опять же, по статистике 46% населения, то сейчас уже более 60% людей обращаются к психологам. И эта тенденция растёт. Расскажите, как записаться и куда приходить в ваш центр? Наш центр находится на улице Соборная, дом 9. Записаться можно по телефону. У нас есть два сайта. Психология Рязань и сайт бесплодие.ру. Бесплодие – это отдельный сайт, потому что это отдельное направление, очень мощное, очень действенное направление. Закончить сегодняшнюю встречу я хочу замечательными словами. Там, где кончается классическая психология, начинается Белая комната. Оставьте свою боль у нас. Спасибо большое вам за интересную беседу, что пришли к нам в студию. А нашим зрителям я напомню, что в гостях у нас была руководитель психологического центра «Белая комната». До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова